Накануне Международного дня семьи в администрации главы КОМИ наградили лучшие многодетные семьи республики. В этом году на получение премии правительства КОМИ претендовали 15 семей. По итогам конкурсная комиссия отметила многодетные семьи из Сыктывдинского, Сысольского и Карткировского районов, а также из Ухты и Сыктывкара. С победителями встретился Павел Королёв. Пять лет назад наша съёмочная группа уже побывала в гостях у многодетной семьи Шуктомовых из села Ибс и Сыктывдинского района. Тогда Чита воспитывала четверых ребятишек и держала большое хозяйство. Однако с тех пор многое изменилось, ведь многодетная семья стала ещё больше. Три года назад у супружеской пары появилась двойня, пополнив число детей до шести. По словам матери семейства, такие заботы не в тягость, а в радость. О большой семье все трудности ни по чём. С одной стороны, конечно, хлопот хватает, но с другой стороны, большая помощь приходит от людей, от Бога. И воспитывать только детей не так сложно, как думают многие. Дети растут, и старшие начинают помогать младшим. Также детки всегда готовы помочь с хозяйством, с уборкой дома. Да и семья – это такой механизм, где каждый готов прийти на выручку. В нашем обществе многие считают, что многодетная семья – это пережиток прошлого. Однако присутствующие в этом зале с этим не согласны. Например, в семье Андреевых из Ухты воспитывают восемь детей. Ранее их уже отмечали на уровне республики, а сегодня – признание на уровне страны. Ранее, в 2016 году, наша семья уже была отмечена на республиканском уровне премией «Лучшие многодетные семьи». Теперь же мы стали обладателями высшей государственной награды «Орден родительской славы». Мы очень рады этой награде, потому что каждый из нас вложил в эту награду частичку себя. Ежедневными усилиями, трудом, терпением, ответственностью мы все вместе удостоились ее. Премии правительства региона отметили и семью Рочевых из Сыктывкара. Но все же главное достижение этой семьи – спортивное. Вся семья имеет золотые знаки ГТО. Как только ввели в 2014 году указанным президентом Российской Федерации знак ГТО, сыну было тогда 7 лет, и первую ступень он получил золотой знак. И вот у него цель сейчас выполнить все знаки, но он говорит, и в 70 лет, и в 80 лет я буду сдавать. На данный момент у него три золотые знака в каждой ступени. То есть ему сейчас 14 лет, он в четвертую ступень перешел, будет сейчас сдавать. У дочери две. У нас с женой тоже по седьмой ступени золотой знак. К слову, Владимир Уйба тоже многодетный отец. А потому для главы региона проблемы и чаяния многодетных семей тоже понятны и очень близки. Я хочу сказать, что для меня, как для многодетного отца, абсолютно понятно, и я ставлю в приоритет семью и поддержку семьи, материнства, детства. И это приоритет не только мой. Сегодня мы этот приоритет поддерживаем и развиваем в правительстве Республики Коми. Ну а сегодняшнее премиальное поощрение на уровне Республики – это не просто признание заслуг семей в достойном воспитании детей, но и существенная материальная поддержка для них. Так, размер премии для каждой семьи – 100 тысяч рублей.